приветствую с вами 108 и мы продолжаем обзор на усилитель от компании деле аудио у нас уже был 800 тысяч а теперь полторашка многие скажут то что видите ли r2v его замеряли мощью не отдал лучше взять какой-нибудь альфа арт был у нас на обзоре альфа арт который в один в один как деле аудио внутри некоторые люди очень обидчивые и начинают искать там небольшие искажения сразу говорить ага уж начал криповать вот вам моща при других замерах а ну это допустимое искажение это еще пойдет и в итоге разницы есть усилителях хотя по факту разница там особо-то и нет было канале обзор усилить людей усилителей от альфарда которые оказались внутри практически одинаковые я различ не нашел единственно что альфа да хуже сборка корпуса у них на все усилители одни то есть они сэкономили на этом уделя вот у меня передо мной 800 тысячные полторы тысячи у них разные корпуса да они не сильно отличаются они разные по размерам альфа же просто километровый выпустил радиатор напилил их на разные усилители и все там что четырехканальник что моноблоки все один в один по ширине высоте и поэтому получается что экономия жесткая но при этом ценник один в один как деле но не будем забывать то что деле есть два года гарантии вместо одного подменный фонд и вы получаете новое другие фирмы вам отдают старые уже уставшие которые уже было кое-как восхрешено зачем она вам надо получите новый усилитель новый динамик новый сабвуфер и все и не заморачивайтесь даже если вы специально там не за болгаркой распилили пополам платите энную сумму денег и вот вам новое и также деле очень много акций которые позволят вам собрать автомобиль гораздо быстрее и гораздо бюджетнее но вот этого красавца мы сегодня будем с вами обозревать пусть уже давно на рынке проверим времени можно сказать многие ухвалят некоторые ухает ну а мы с вами посмотрим его внешний вид комплектацию и все остальное на мой взгляд в принципе усилитель неплохой особенно когда он вышел он стоил очень мало но сейчас она немножечко изменилась сейчас он стоит 9 590 в принципе еще бюджетный усилитель но деле аудио не стоит на месте они скоро хотят обновлять большое количество усилителей и какие усилители как они изменятся мне вот прям очень интересно и надеюсь то что ценник у нас не изменится но при этом усилители станут мощнее стабильные и добавить с кем-то полюшки я бы хотел чтобы добавили все-таки отдельную кремочку от охлаждения усилителей я деле аудио уже это предлагал это ну очень удобно потому что тебе не нужно тащить отдельные провода делать какие-то реле чтобы вместе с запуском усилителей запускались кулера охлаждались это усилители ты можешь делать проще ставил закрутил и когда усилитель начнет перегреваться он запускает вентиляторы охлаждает себя их отключать и ты едешь со стабильной системы и с минимальным шумом ну а теперь мы приступаем к самому обзору данный усилитель совершенно не новый человек его насиловал уже давно поэтому у меня нету ни коробки не регулятора к нему похоже человек очень просто торопился не его отправить так по заявкам у нас 400 ватт 800 ватт и полторы тысячи ватт соответственно в 4 в 2 и 1 в ом а фильтр низких частот 40 180 коэффициент искажений не более пяти сотых входная чувствительность классическая 0 2 6 вольта ну и взвешено соотношение сигнал шут не менее 89 децибел что в принципе хороший показатель для для колласса для этого усилителями нет ремонта у меня есть ремонт от тысячника 800 такого тут интересный классический но у них другой штекер идет так в принципе регуляторы хорошенькие легкие и в руке хорошо лежат ну и можно их закрепить и хорошо регулировать по комплектации у нас наклейка гарантийный талон также брошюра на скидку 20 процентов крепежные саморезы ну и конечно ароматизатор деле аудио ну и конечно же ароматизатор деле опять же запахом нового автомобиля усилитель опять же выполнен в классическом стиле деле аудио название заявка и как обычно оранжево-черный по терминалам здесь уже 35 смело влезет терминалы акустические по четверку здесь же опять все по классике гейн лпф сапсоник частота и бас буст ну и так жирца для классического мостового подключения ремонт контроль лампы протект и power вот такой у нас обзор получился надеюсь он вам понравился можем конечно замерите данный усилитель хотя уже замеров куча их в интернете не забываем ставить лайки подписываться на канал нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новых видеороликов потому что youtube в последнее время обленел и просто не высылает уведомление моим подписчикам также на канале есть отдельный плейлист от деле аудио но и по другие фирмы также сможете ознакомиться посмотреть в описании очень много полезных ссылочек особенно ссылочка на донат ну а с вами был с 8 всем дачи пока и